Фестиваль Хонгвест, несмотря ни на что, открыл свои двери для гостей и жителей столицы. И сегодня здесь собралось большое количество гурманов и просто любителей, которые будут пробовать блюда из черемши и рассказывать о своих впечатлениях. Я бы хотел задать тебе вопрос, Зулихан. В позапрошлом году изюминкой конкурса был кот, который был без ума от черемши. А как ты думаешь, что в этом году Министерство Чеченской Республики по туризму придумало? Мне кажется, дресс-код, который должны соблюдать все желающие, это быть одетым во что-то зеленое или иметь, по крайней мере, зеленые глаза. Это изюминка фестиваля в этом году. Как, например, у меня. Да, шапочка у тебя действительно зеленая и очень интересного дизайна. Мы с моей коллегой, напоминаю, продолжим наш репортаж и будем вам показывать и рассказывать, что сегодня происходит здесь, на этом замечательном гастрономическом фестивале. Виктор Борисович, вы в Чеченской Республике в нашей, в первый раз сегодня? Последний раз был в 79-м году. Как вам ощущения? Город меня удивил, потому что все познается в сравнении. И мне очень радостно, что Грозный стал таким великолепным городом в сочетании старых домов, нового сити, новых гостиниц. Меня очень радует вообще, когда развиваются наши регионы, наши республики, потому что, ну, это самое главное, чтобы народ жил лучше, веселее. А что вы скажете насчет кулинарных изысканий, которые сегодня участники нашего фестиваля приготовили? Вам приходилось когда-нибудь есть черемшу или блюдо из черемши? Ваше ощущение, можете рассказать? Национальная кухня регионов России – это богатство страны. Такого разнообразия блюд нигде нет, ни в одной стране мира. Но черемша для меня была открытием, потому что я-то думал, что это огородное растение. Оказывается, она растет на склонах гор, начиная с февраля, поэтому и настолько вкусная. Для меня это открытие. Ну, понятно, все знать невозможно, я уже объездил весь мир, но сегодня я познакомился с новым блюдом и блюдами, которые мы будем вносить в наше меню в других регионах России. В первую очередь меня радует то, что тут дружественная атмосфера, все веселятся, я вижу много улыбок, это не может не радовать. Но с точки зрения еды у меня немного проблемы, у меня гастрит, от одного запаха он может обостриться, но я буду смотреть, может быть, что-нибудь попробую. Вот если бы у тебя была возможность попробовать, какое блюдо бы ты попробовал? Я бы мороженое попробовал из черемши, да, популярное очень, я бы сказал. Каждый год у нас какая-то изюминка появляется. В этом году мы решили порадовать гостей тем, что у нас на основной сцене нашего мероприятия пройдет такой очень креативный, я бы сказала, нужный конкурс, интересный конкурс, с которым будут состязаться самые именитые, любимицы народа, женщины, которые нам всеми знакомы и любимы, на самую быструю чистку черемши за ограниченное время. Ну и, конечно, мы не могли бы не пригласить в гости женщину, которая стала героиней одного из сюжетов, призывавшая всех покупать только чищеную черемшу. И самый наш главный вопрос, который мы задаем всем участникам этого фестиваля, «А вы покупаете чищеную черемшу или нечищеную?» То есть примерно вот такая, я бы сказала, сегодня ведется статистика. И воспользуемся случаем, зададим, Дагмара, тебе этот вопрос. А ты покупаешь чищеную черемшу или все-таки нечищеную? Обязательно нечищеную, потому что, мне кажется, именно само такое, сам подход и сама атмосфера, которая царит, пока ты ее чистишь, собираются дети рядом с тобой, ты им показываешь, что это такая традиция, я бы сказала, это какой-то ритуал, что ли. Поэтому я за то, чтобы покупать нечищеную, чистить дома и понимать и предвкушать, что тебя ожидают. АПЛОДИСМЕНТЫ Я как понял, вот этот ткацкий станок, это как бы... Реплика, да, то есть новая, сделанная? АПЛОДИСМЕНТЫ То есть реконструкция по памяти, насколько я понял, да? АПЛОДИСМЕНТЫ А скажите, пожалуйста, много людей подходят, интересуются вот этим изделием и что говорят? АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, меня зовут Милана, я руководитель оздоровительного центра, в котором находится наше заведение Сомагатте, кафе Веранда. АПЛОДИСМЕНТЫ Скажите, пожалуйста, что вы сегодня для посетителей гастрономического фестиваля и для гостей приготовили? Чем удивляете, чем будете подчевать? Мы решили удивить наших гостей бутербродами с авокадо, черемшой и грецким орехом. Также у нас в меню горячий крем-суп из черемши, плов на костре с добавлением черемши, пирожки с черемшой и пироги осетинские с черемшой. Какое блюдо пользуется самой большой популярностью из того, что вы представили? Самая большая популярность у нас, первое место, конечно, пироги, потому что чеченский народ, кавказский народ очень сильно любят тесто, мучное, поэтому фаворит у нас сегодня пирог. Таита, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете сегодняшний праздник и вообще что вы приготовили для гостей вашего подворья? Мы сегодня гордимся, что доказали благодаря нашему Рамзану Ахматовичу, что черемша – это самая лечебная, самая насытная продукция. Сегодня мы 22 блюда сделали из черемши. И сейчас мы посмотрим даже. Мы готовились недели, спрашивали у наших бабушек, предков, что они готовили, какие блюда можно приготовить из черемши. Что бы вы хотели пожелать гостям фестиваля и вообще жителям нашей республики сегодня? Гостям я хочу пожелать сегодня, чтобы все гости попробовали наши блюда, чесночные, все разные блюда. А республике я хочу сказать, чтобы мы всегда благодарили нашего Далгазу Ахматовича и наставника его, Рамзана, который нам никогда в жизни не было такого, чтобы фестиваль черемши, что было. А сегодня посмотрите, сколько людей радуются, какие разные блюда здесь. Все участвуют, довольны, неделями готовились. Это же приятно. Пускай нас все видят и берут в нас пример.